здравствуйте мы находимся в студии робинзон тиви и эта программа воспитательная среда хорошо известен тот факт что как родителям мы взрослеем вместе со своими детьми и зачастую мы сталкиваемся с такими вопросами и проблемами на которые у нас нет ответа и что самое непростое зачастую мы считаем что то что происходит происходит только с нами именно с нами поэтому мы себе все время задаем вопрос почему именно в мы и как с этим быть вот поэтому мы создали такое содержательное пространство которое назвали воспитательная среда и здесь мы будем рассматривать все возможные аспекты отношений родителей и детей и эксперты нашей программы алина дудченко детский психолог и руководитель центра кенгуру и елена близнюк детский психолог сотрудник центра раннего вмешательства и я думаю что уже конкретно о теме сегодняшней встречи вы елена и алина расскажите подробнее с вами здравствуйте здравствуйте тема нашей сегодняшней передачи почему дети не слушаются мне кажется что любой наверное родитель этим вопросом задается некоторые гораздо некоторые чаще некоторые реже есть три причины основные непослушанию детей первое это сильная потребность во внимании родителей вторая причина это возрастные особенности и третья причина сильные чувства и ребенка или состояние таким сильным чувством относятся ревна и злость и состояние усталости я сейчас только обозначила эти все три причины мы сейчас они будем подробнее рассказать итак первая причина который назвала это потребность во внимание со стороны родителей если вы посмотрите первую передачу про контакт родителей и ребенка то там мы очень подробно это описано потребность ребенка настолько сильна во внимание родителей что если она не удовлетворена то ребенок будет использовать всяческие способы что угодно чтобы это внимание привлечь даже негативная любовь то есть просто когда родители оказывать любое внимание ребенку он чувствует что все в порядке я существу но об этом подробнее в первой передаче вы можете посмотреть что с этим вообще насчет второй причины 2 причина непослушания связано с возрастом ребенка дело в том что дети одного возраста ведут себя очень часто похожим образом и объясняется тем что в каждом возрасте у ребенка есть свои вопросы свои задачи которые он должен решить для того чтобы идти дальше и поэтому и поэтому есть такое единообразие поведения и вот о таких особенностях мы хотели бы поговорить сегодня более подробно так например малыши которым 6 9 месяцев они все очень активно облизывают облизывают стучат и самое неприятное для родителей то что выглядит как очень большое непослушание это они выбрасывают игрушки из кровати ему вернули он ее облизал проверил такая же эта игрушка как та которую он выбросил да она не изменилась и тогда она и выбрасывает снова и очень внимательно прослеживает куда же конечно это доставляет очень много приводит к очень большую усталостью родители и выглядит как непослушание и мы можем даже подумать что она ему не нравится и поэтому ее забрать раз на и выбрасывая да что она просто ему уже не интересно или неприятно на самом деле он просто исследует окружающий мир частности эту игрушку в годик его исследование окружающего мира да я думаю что можно видео показать в годик большому желанию исследовать мир еще и прибавляются большие возможности дети активно передвигаются они могут добраться до любого шкафа открыть любой ящик достать оттуда любую вещь эту вещь они точно также будут стучать выбрасывать облизывать греметь в общем исследовать ее любыми доступными для него способами самое главное что это нам взрослым кажется что дети должны играть игрушками у детей такой задачи нет и должны изучить окружающий мир поэтому они с большим удовольствием не только играют своими игрушками ну и залазят в папины шкафы в ящики с посудой в шкафы с крупами но очень часто они сталкиваются с вещами с которыми они не знают как к ним относиться когда ответ на то что они при собой видят и держат они читают на лицо и мамы только что по-моему был такой кадр когда ребенок с большим интересом смотрел не на игрушку а на лицо мамы вот как раз перед нами кадр с каким удовольствием ребенок облизывает то что у него в руках и сколько удовольствия это ему доставляет и радость очень важно когда мама поддерживает ребенка в его и силе и и и и и и и и Следующий возраст, который выглядит как непослушание такого ребёнка, это полтора года. Полтора года типичная ситуация такая. Мама идёт с малышом и говорит, иди, иди ко мне, малыш смотрит на неё, улыбается, разворачивается и берёт в другую сторону. Ну вот, это выглядит как непослушание, но реально это просто потребность этого возраста отбегать, от мамы, причём дети отбегают на какое-то несусветно большое расстояние, как маме кажется, ну просто очень далеко, ну в сравнении с тем, как это было в год, там в год и два, немножко младше. То есть они отбегают очень далеко, и на самом деле дети потребность возраста исследовать расстояние, исследовать свою самостоятельность, насколько я могу быть отдельным, и насколько я могу потом вернуться в безопасном своём отношении. То есть это тоже выглядит как непослушание, но это реально просто потребность возраста полтора года. Два года, это очень тяжёлый период для любой семьи или любой мамы, потому что его вредность, она может показаться, что она достигает просто предела, потому что у ребёнка уже есть очень большие возможности, но такое ощущение, что он абсолютно ни к чему не прислушивается, ничего не понимает. Потому что в два года ребёнок, вот помните, я говорила, в год он исследует окружающий мир, его свойства, то в два года он исследует то, как он сам может на этот мир влиять. И поэтому он задаёт себе вопрос, а что если я закачу истерику, что будет, а что будет, если я буду плеваться и кусаться, а если я дёрну за хвост собаку. Какие-то из этих способов ему могут понравиться больше, ему покажется, что они очень эффективны. Например, закатить истерику в магазине для получения игрушки. И, конечно, двухлетка выглядит очень вредным, он часто сталкивается с ограничениями, запретами, и все эти ограничения и запреты он как будто оспаривает, он их не признаёт. Но самое главное, у него появляется слово «нет». Это очень важное слово, ему нельзя научить, до него можно только дорасти в понимании, дозреть психологически. И двухлетка, обнаружив это слово, говорит это слово всему миру. Он может говорить, будешь есть кашу – нет, пойдёшь гулять – нет, тебя зовут Маша – нет. Ну, то есть он говорит на всё – нет. Именно это и нет является его первым собственным мнением. Очень важно, чтобы ребёнок получил опыт, что его первое мнение тоже достойно в вашей жизни. Мы двигаемся дальше по возрастам, и следующий период – это от трёх до пяти лет. В этом периоде две таких основные причины непослушания и проявления такого «своего я». Первая причина – это потребность огромная в самостоятельности ребёнка. И все знают про «я сам», и ребёнок в три года много чего уже действительно умеет, и у детей в три года такая есть идея, что нужно установить свои правила. Не просто сказать «нет», а чтобы было именно правило, как он считает, нужно. И в этом плане как непослушание выглядит то, что он настаивает на своём, и он проверяет границы правил взрослого. То есть он не готов сотрудничать, я сейчас трёхлетку описываю, он не готов, он просто настойчиво стремится к своим правилам. Вторая причина непослушания для такого поведения ребёнка в возрасте 3-5 лет – это то, что дети конкурируют с родителем своего пола. Связано это с тем, что у ребёнка в этом возрасте происходит осознание своего пола. То есть девочка понимает, что она девочка именно, а не просто ребёнок, и она будет женщиной, они вот этот, ну, так осознают. А мальчик понимает, что он будет мужчиной, и поэтому у него такие, есть такие романтические чувства к маме своей, как к женщине первой. У девочки есть такие романтические чувства и желание завладеть вниманием папы. И в связи с этим, то есть это выглядит как непослушание, потому что девочки могут просто игнорировать маму, когда она обращается. Ну, то есть это такой очень классный вид непослушания. То есть не быть против, а просто не слышать. И будет слышать папу, потому что папа это тот, которого внимания она хочет, она там, его готова, ради него что-то делать. У мальчиков будет проявляться конкуренция, к маме будет, будет стремиться общаться с мамой, с папой будет нравиться, драться, это хороший вариант. Или будет просто говорить, папа, выйди из комнаты, не хочу с тобой играть. Многие папы на это обижают. То есть это выглядит как такая провокация даже, такая провокация с непослушанием. Вот. Теперь я бы хотела по видео прокомментировать, что там у нас с горящими глазами мальчик, который дерется с папой, борется, да. Вот мы видим, как играет шестилетний мальчик с папой. Вот вы видите, что он подходит с тыла и с горящими глазами бьет папу по голове. Папа поддерживает. Да, в данном случае это хороший вариант конкуренции, потому что они просто играют. Но мальчик очень радуется, когда папа удается, ударить папу. Вот. Очень. Вот. Папа, да, принимает эти удары нормально. То есть в такой игровой форме, мы уже говорили о контакте телесном, в предыдущей передаче, в таком форме, в такой можно вырвить свои чувства в безопасной форме для ребенка и для родителей. Итак, школьный возраст. Когда ребенок идет в школу, то коллектив сверстников начинает для него приобретать очень большое значение. У него появляются друзья, с друзьями появляются секреты. И это секреты от родителей. Конечно, для родителей в этих секретах таится и угроза, и очень много, наверное, неприятных моментов, связанных с тем, что они сталкиваются с этой закрытым секретным миром ребенка, когда он совершенно не готов уже быть для них такой открытой книгой. Ребенок сталкивается с тем, что другие семьи уже очень хорошо замечают, что другие семьи устроены по-другому, что там другие отношения. Он начинает, иногда может подвергать сомнению, а так ли хорошо у нас все дома и в семье. Может вызывать по этому поводу, высказывать некоторые сомнения. Конечно, это тоже для родителей иногда звучит резко и неожиданно. Но младший школьный возраст – это только преддверие того, что будет происходить с ним в подростковом кризисе. Потому что подростковый кризис, самое главное, что там чувствуют дети и что самое главное, что там чувствуют родители – это угрозу, очень большую угрозу для авторитета родителей. Школьники и подростки, они подвергают очень большому сомнению авторитет родителей. Они могут говорить им резкие, обидные слова. Они могут снова подвергать сомнению правила и ограничения, которые до этого были в семье. Они очень много экспериментируют с музыкой, своим стилем, потому что они ищут свое собственное мировоззрение и мироощущение в этом возрасте. Также в подростковый возраст очень важно понимать, что подростки в силу того, что полностью разбалансированный и гормональный дисбаланс, и психологический, они очень и остро на все реагируют. На самые простые вещи, на самые простые слова родители могут получать чрезмерную неадекватную реакцию. И, конечно, в подростковом возрасте, и это очень часто шокирует родителей, очень много мыслей, связанных с темой секса и с темой смерти, потому что подростки про это очень много думают, и это тоже может шокировать родителей. Самое важное, это мы сейчас рассматривали причину, вторую, возрастные особенности. Вот это все время мы пробежались так по возрастам, и важно понимать в этой связи, в связи с этой причиной, что есть время проявления особенностей возраста. Они в этот момент похожи, дети, проявления похожи, и наше понимание такое, что в этот период нужно просто учитывать возраст ребёнка в своих требованиях, потому что если вы к двухлетке будете предъявлять требования, чтобы он вас слушался беспрекословно, то вы получите какой-то бой дома, просто будет бой. Если вы, как родители, понимаете, что два года, ну и такой период, то вы будете более гибко помогать ему пройти этот период. Человек в два с половиной, ближе к трём, ребёнок уже пройдёт свой период. Нет, и у него не будет потребности так сражаться. Например, что, ну, например, так же подростковый, да, если это сильно бурлит, кипит, и всё сразу у этого подростка происходит, то нет, ну, нужно активность его строить, вспоминать, каким он там был маленьким, и стремиться его вернуть на землю. Нужно просто понимать, что такой период, оставаться родителем, как оставаться родителем, мы об этом ещё будем в 10 передач рассказывать в разных аспектах, но идея такая, что в этот период хорошо бы понимать то, что происходит с ребёнком, и учитывать, и помнить, что это пройдёт. Вот, что просто всему своё время. Двухлетний возраст проходит, наступает трёхлетний, подростковый проходит, наступает там юность, вот все возрастания проходят, и поэтому, собственно, называли как особенности поведения, что просто вы, ну, чтобы можно было родителям помнить, как это проявляется. Основная идея такая, что если бороться с этими возрастными особенностями, то родители будут мешать ребёнку проходить, ну, вопросы этого выраста. Вот. И я ещё хотела о третьей причине рассказать. Вы помните, да, вначале я говорила, первая причина потребность в обнимании родителей, вторая причина, мы подробно расстанавливались, про возрастные особенности, и третья причина про сильные чувства. Так вот, когда ребёнок… Дело в том, что детей чувства охватывают, чувства, например, злости, немногие взрослые способны удержать в себе как-то и выразить адекватно. Я думаю, что вы с этим сталкиваете, ну, в себе, там, или с окружающими людьми. Ребёнок вообще не может, его охватывает чувство злости. Или то же самое ревность, ревность – очень сильное чувство, когда оно захватывает ребёнка, ребёнок в этот момент не может быть послушным, он не может даже слышать, ну, он просто в этом весь. И это причина непослушания. То есть, когда психолог рассматривает ситуацию, в которой есть непослушание, то это всегда рассматривается в вариант, что это может быть какое-то сильное чувство. Мы сейчас будем с вами говорить, наверное, какие будут ситуации. И ещё одно, есть такое состояние, состояние усталости. Я думаю, что каждая мама и каждый папа с этим сталкиваются, когда ребёнок нормально-нормально, потом в супермаркете случаются какой-то стеклянные глаза, и ребёнка просто нету, эмоционально. То есть, он просто плачет, неважно, хочет он игрушку или не хочет, просто, ну, вот, такое состояние такой неадекватности. Так вот, это состояние называется усталостью. Но усталость дети переживают немножко по-другому, чем взрослый. Мы чувствуем сигналы усталости, ну, взрослый чувствует. Ребёнок, он сначала, он не чувствует первых признаков усталости, но него обрушивается состояние усталости. Поэтому так выглядит, что он просто вообще, и в этом состоянии ребёнок не может слушаться родителей. Ну, просто он весь в этом состоянии. Вот, собственно, третья причина. В разном возрасте профилактика непослушания может быть разной. Например, у маленьких детей, маленьких детей полезно носить на руках. Большую помощь в этом оказывают слинги. Я хотела бы вам представить партнера нашей передачи, Алису Полякову. Здравствуйте. Я являюсь создателем портала «Слинга-студия Мама-смала». Значит, хотела пару слов рассказать, о чем же так прекрасен свинг в этом вопросе. Начали рассказывать про совсем малышей. И, как я... Можно покажу, как мой малыш третий показывает? Ляля баюкать. Вот в таком положении носят младенца. Также можно и нужно носить его в слинге. При этом самый простой, но в то же время полноценный контакт, глаза в глаза, эмоции, которые передаёт мама своему ребёнку, и, конечно же, тактильный контакт, всё это присутствует. Просто как бы вы ребёнка видите, вы его чувствуете, и он вас тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошей профилактикой непослушания у детей является ношение ребёнка в слинге. Почему? Потому что слинг решает сразу несколько вопросов. Первый вопрос – это тот, что ребёнок насыщен постоянно родительским вниманием. Автоматически находясь в слинге, ребёнок чувствует маму, видит маму, может привлечь её глаза к себе. Гораздо легче, чем когда он на полу или где-то в другом месте, в кровать или где-то ещё. Это первое. Второе, что мама больше чувствует, и она готова к… Более чутко реагирует. Более чутко реагирует на его изменения, на его взросление, на его какие-то потребности, и мама больше знает. Продолжение следует... Продолжение следует... Я бы сказала, что в первые годы жизни это помогает маме, когда ребенок есть, тем более самостоятельный, удержать его в своем личном пространстве. Он продолжает ориентироваться на родителя, он продолжает искать его одобрение и также присутствует в ее личном пространстве. Здесь все собравшиеся гости в студии мамы и папы. У нас детки совершенно разного возраста, я так понимаю, от полугода, наверное, лет до 14. Поэтому, конечно, у нас есть что спросить у всех. И, пожалуйста, вопросы. У меня трое детей. Бывают моменты, когда мне необходимо сделать звонки по работе, знакомым. У меня тоже своя личная жизнь присутствует. Они играют в своей комнате. Я захожу к ним, предупреждаю, пожалуйста, 3 минуты, мне нужно поговорить по телефону. 30 секунд они находятся у себя в комнате. После этого они начинают активно бегать по квартире или меня дергать, или как-то привлекать мое внимание к ним. При этом я начинаю сердиться, естественно. Они могут... Ну как? Ну, они вас не слушают. Они до этого нормально, в этот момент именно не слушают. И не слышат то, что, опять же, я начинаю просить. Успокойся. Они меня просто не верят. Как мне реагировать в этой ситуации? Придупреждать их, вот эти звонка, о том, что мне нужно там отвлечься от них. И как привести себя в такую ситуацию? Мне кажется, что... Давайте просто, так как мы говорили о какой-то структуре, понимаем, что... Ну, какие причины, называемые. Как вам кажется, какая из этих трех причин включается вот... Ну, почему дети так себя ведут, учитывая то, что можно сказать. Как вам кажется? Ну, извините. Для меня, мне кажется, что они сразу начинают требовать к себе внимания. А, то есть первое, лично про потребность в родительской маме. Да, да. Ревность, не знаю, к телефону, к моему какому-то личному пространству. Да, очень классно. Вот просто это сейчас классно, что действительно вот эти две причины для меня тоже так они ведут. То есть для меня на первом месте ревность, потому что ревность именно к тому, что у мамы есть своё что-то. Это вообще типичнейшая ситуация, когда мама шестилетнего ребёнка, десятилетнего, трёхлетнего, они почему-то в этот момент уже срочно что-то сказать маме. Когда мама с телефона. Это именно чувство ревности. И действительно они, ну, после этого они бегали, вас не трогали. Как только вы сказали им, они начали сразу активно перемещаться и что-то спрашивали. Да, то есть это скорее похожая ревность. И второе, действительно, про потребность во внимании. Ну, такое вот как, кто из нас главный. Давайте подумаем, что с этим делать, действительно. Как вам кажется? Ваши какие идеи? Ну, или вот, я просто был всегда, какие ваши идеи, что можно с этим делать? Не предупреждать. Предупреждать. А, не предупреждать. Не предупреждать. Хорошо, но тогда есть вот второй момент, что, скорее всего, они так и не научатся принимать идею, что у мамы есть своя личная жизнь. Ещё вариант. Можно, может, предупредить какую-то альтернативу. Если их трое, то с какой-то игру поиграть. То есть не при этом предупредить, что я сейчас поговорю, а вы пока там играете. Хорошая идея, да. Предложить какой-то вариант игры, может даже немножечко с ними поиграть. То есть дать что-то такое особо интересное. То есть не обычную игру, как обычную, а какой-то такой вот, сейчас, когда я разговариваю, вам там, не знаю, мультик там какой-то. Или какую-то игру такую, дать своё, чтобы там то ли. Хорошая идея. В этом есть момент, что мама, ну, мама о нас думает. Первое, да, что у нас потребность происходит с кому-то. Внимание. И второе, что когда что-то есть, легче выдержать ожидания. Я думаю, что вы с этим, ну, по своему опыту словами. Когда у меня есть чем заняться, мне легче ждать. Это хорошая идея. Все сейчас говорят по телефону. Это не знаю. Скорее всего, будут выхватывать друг у друга. Там же ещё между ними ягни. А, может, сейчас взять телефон-то, может быть. Ещё я хотела сказать, что тут один момент есть. Вот, что профилактика, ну, как, нужно учить этому детей уметь выдерживать личную жизнь мамы. Ну, мы так советуем часто, вот, на курсе, когда разговариваем там или разговорим, то мы советуем там маме демонстративно садиться пить чай, например, там, и говорить там, малыш прибегает. Вот маменька, к которому годик прибегает, там что-то тянет её куда-то. Она говорит, сейчас я допью чай и приду. Выпивает чай, когда занимает 30 секунд, малыш ждёт 30 секунд. Но у него появляется идея, что нужно подождать маму. У детей часто такой идеи нет. Стремлять детей не труднее, потому что они, ну, у детей можно им сообщать не только, когда телефон, это слишком много ваше мнение в телефоне, а в других ситуациях менее таких интенсивных. Там, чай допью, сейчас я книжку дочитаю, журнал досмотрю, сейчас, подожди секундочку. И вот эти секундочки, они учат ребёнка такую тренировочку, даёт небольшую, принимать вообще, что у мамы есть личная жизнь такая. У нас такая проблема вот сейчас, буквально недавно началась, пару месяцев, наверное. Ребёнок просто подходит, кажется, привлекает к себе внимание. Он может подойти, упустить на коленку, за пальцы, на ногах, на руках, что-то такое. Вопрос, в каких ситуациях это происходит? Ну, наверное, чаще всего, когда мы сидим или сами общаемся, или там кушаем без него, или за компьютером сидим. И с каким выражением лица он подходит? Вот как вот, он такой, знаете, смеётся, улыбается, да, и тут же с улыбкой кусает очень сильно. Ещё у меня вопрос, как вы на это реагируете? Ну, по-разному бывает. Иногда говорим просто, нельзя, забираем там руку-ногу. Иногда просто, ну, там, когда некогда, ушли от него, и всё. По-разному бывает. Как вам кажется, вот из этих причин, которые мы называли, куда это нужно на поведение отнести? Вот это вот мы называли. Потребность привлеческого внимания, возрастные особенности или сильное чувство какое-то. Вам кажется, куда это нужно отнести? Ну, а если думаешь, что это возрастные особенности, скорее всего, нет. Потому что у нас много таких вот годовалых знакомых, они так себя не ведут. Внимания вроде бы тоже у нас хватает, потому что всё внимание ему. А какое-то проявление любви к нам, почему так, непонятно. Ну, вот из того, что Вы описали, мне кажется, что это похоже на то, что, ну, ближе на привлечение внимания к себе, действительно. И как бы, ну, я в этом возрасте не знаю, чтоб ревность была, но элемент какой-то такой похожий. Потому что, когда Вы разговариваете друг с другом, малыш подходит, кусает, точно Вы заниматься начинаете имя. Говорите «нет», говорите «да». То есть, Вы точно не разговариваете между собой. И это такое близко. То есть, это в этом возрасте ревности, как таковое ещё, такого сильного чувства нет. Но какая-то идея такая, что что-то нужно тут с этим делать, почему не мне внимания, как обычно. Вот какая-то такая идея. Но на счёт возрастных особенностей, вообще детям свойственно об этом возрасте. Ну, вот пробовать там, облизывать, кусать. То есть, такой, и он, Вы описали, что он улыбаясь подходит. То есть, это может быть, я замечала такое, что у детей в этом возрасте есть такое сильное, вот так люблю, что откусил бы кусочек. То есть, такое, это и возрастной может быть. Ну, я думаю, что сталкиваемся с таким. Вот что-то вот ближе сюда. Но как реагировать, тоже, ну, мне хотелось бы сказать, что Вы реагируете, говоря правило, и Вы реагируете, ну, не замечая. То есть, вот моя идея, что хорошо бы ребёнку говорить о том, что с ним происходит. Например, «Ой, как ты маму любишь, так бы откусил». Ну, например. И тогда, кстати, к чему это приводит? К тому, что ребёнок тоже понимает, что с ним происходит. И Вы говорите, например, «Ты лучше меня обними», или «Давай я тебя там крепко подержу». То есть, Вы предлагаете другой способ. Тогда здесь принятие ребёнка, его какого-то импульса, потому что он радостный приход, он же не злится. И Вы тогда, ну, и он понимает, что с ним происходят, находятся другие способы этого, ну, с этим как-то им обходиться. Вот это моя такая идея. Или там, «Ну, конечно, ты хочешь, чтоб только тобой занимались». Вот такая, это по поводу того, если идея, что хочет разбить вас. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Проблема одевания. Наверное, у многих родителей сталкиваются с такой проблемой. То есть, ребёнок собирается на улицу, да, он согласился, он сказал, «Да, я хочу идти гулять». При этом, когда ты приносишь вещи и говорит, «Давай будем одеваться», он резко убегает, прячется, бегает в другие комнаты. Когда говорит, «Давай одеваться», он или может сказать «Нет», или подойти ударить и убежать. Что делать? Особенно, если когда нужно куда-то быстро одеваться, два с половиной года. Два с половиной года. Иди, учитывая то, что ребёнку очень тяжело делать переходы, потому что для него это действительно очень важно, то можно, когда вы уже одеваетесь, ну, конечно, нужно соблюсти все эти правила, что мы предупреждаем заранее, мы не спешим и даём ему время привыкнуть и освоиться с этой идеей. Но если он уже начал одеваться, и вы видите, что ему сложно, можно создать иллюгию, как будто он уже на улице. А именно, одевая штанишки, одевая ботиночки или куртку, вы с ним уже говорите про улицу. А кто там сегодня гуляет? Ваня, да, сегодня твой друг Ваня придёт. Куда вы пойдёте? На улицу там, на горку. То есть у ребёнка уже создаётся в его голове ощущение, что он уже на улице. И тогда это значительно облегчает ему вот этот переход, который так долго слушан. Спасибо. Ну что, наша программа подходит к концу. Всем большое спасибо. До новых встреч в эфире, новых тем. Готовим вопросы. В следующей передаче мы поговорим, как правильно запрещать. Как правильно запрещать, чтобы не при этом сохранить контакт со своим ребёнком. и счастье нам всем родителям. Это не просто, но это так здорово. До встречи. Всего доброго. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok